К сожалению, в результате оккупации Крыма и вооруженной агрессии Российской Федерации на востоке Украины, наша страна столкнулась с массивным потоком внутренне перемещенных лиц. Наибольшее их количество приняли приграничные с зоной боевых действий области Украины. По всей стране организована работа координационных центров и волонтерских организаций. Только на примере Харьковской области можно судить по масштабам катастрофы и потребностей в помощи внутренним мигрантам. На данный момент у нас находятся около 200 тысяч внутренне перемещенных лиц, которым пришлось покинуть их дома и искать приют. В областной государственной администрации создан региональный координационный центр по организации работы поддержки ВПЛ. У нас было много трудностей, но благодаря слаженной работе всех служб удалось выстроить действенную систему работы. Хотела бы выделить основные наши задачи. Это консультационная помощь, встреча внутренне перемещенных лиц, пребывающих в Харьковскую область и сопровождение к местам временного проживания. Оказание помощи в перенаправлении в другие регионы Украины, оказание помощи во временном размещении и координация по всем направлениям социальной помощи. Мы хотели бы сказать, что представители международных организаций оказывают значительную помощь в организации работы областных сотрудников и оказание помощи внутренне перемещенным лицам. Мы продолжаем делать эту работу, потому что мы по-прежнему подвергаемся агрессии. И проблема помощи мигрантам, в том числе внутренне перемещенным лицам, является нашей общей задачей. И внимание, которое Конгресс уделяет этому вопросу, является тому доказательством. Я уверена, что мы сможем преодолеть эту проблему только общими усилиями.